здравствуйте друзья давненько не дежурил я по америке мы сейчас вот этот пробел и восполним что происходит много чего на самом деле и если бы я вот уж так совсем подробно этого все начал погружаться мы могли бы долго говорить но в данном случае так у нас краткий обзор и из самых последних событий но вот выход из парижского соглашения то что вот трамп как бы принял такое решение при том что трудно даже сказать кто например его в этом поддерживал я даже не знаю ну ну то есть абсолютно все люди там начиная от членов семьи там да и иванка и значит там ее муж но но то есть просто со всех сторон здесь очень странно все и казалось бы странно дело в том что соединенные штаты очень долго работали над этим соглашением это было это началось еще с президента буша старшего с папы потом клинтон тоже потом буш младший потом обама вот при обаме все это произошло и можно сказать четверть века американ американские администрации и республиканские демократические все над этим работали конфликтом был вот чем значит конфликт был в том что как бы вот глобальное потепление соответственно значит а вот этого масса проблем соответственно нужно сокращать и прекращать выбрасывание вот этих вот газов которые создают проблему а газы вырабатываются при сгорании значит там углеводородов там уголь нефть газ там тогда и вот развивающиеся страны говорили ребята вот есть две страны на которые приходится но если не половина то где-то там 40 44 процента мировых всех этих выхлопов это китай там где-то 29 вот на сегодня китай это 29 процентов сша 15 то есть сша это второй после китая загрязнитель планеты и они говорили ребята вот вы там вдвоем разбирайтесь чего это на нас то на всех мы маленькие вы свое время значит когда быстро развивались да вы получили все бенефиты вот этого всего а мы сегодня слабенькие несчастники вы пытаетесь нас лишить возможности начну дешевых энергоносителях там как-то выкарабкаться а сами значит ну да и китай тоже возражал потому что китай как бы там ну китай страшный загрязнитель планеты но вот как бы вот они поэтому они дешевые а заставьте китай значит работать на чистой энергии так они же перестанут быть ну настолько конкурентоспособны короче китай не хотел страны разные не хотели и соединенные штаты говорили ребята или мы все вместе или ничего не получится короче 25 лет вот этих усилий плюс планета за это время все теплел теплела значит снега таяли и так далее в общем пришло к тому что подписали в пятнадцатом году подписали это соглашение и за пределами соглашения остались только две страны это сирия и никаракул ну то есть нечто такое что невозможно как бы стоять вне этого там есть много всяких аспектов я хочу сказать что вот китай сейчас астрономические суммы инвестирует в получение энергии там и солнце из ветра и мы можем легко оказаться через некоторое время в ситуации когда весь мир вместо того чтобы американские технологии покупать будет покупать китайские то есть если если сша не не станут этим заниматься я уже не говорю про работы хорошие которые с этим связаны и которые те самые работы которые мы хотим чтобы были в стране и все хотят чтобы были ну и так далее очень масса масса проблем все эти работы значит вместо сша в китае окажутся в общем казалось бы чего там ну вот зачем он взял и вышел из этого соглашение дело в том что он как бы обещал да то есть как бы тенденция такая была на выборах вот все нас обижают все нас грабят все соглашения не выгодны с мексикой и канадой не выгодная со странами тихоокеанского региона невыгодные с нато невыгодные нас все обирать короче нас все обирают и вот это вот волна она в частности касалась вот этого парижского соглашения ну конечно если там не снижать там вот это вот тоже и миши вот этого то надо как-то подороже за энергию платить да то есть надо развиваться какие-то другие такие стороны поэтому ты лон маск отказался от должности советника президента потому что поскольку он как раз вот в этих технологиях в общем как бы ну чего вот и из-за чего собственно весь сыр-бор значит для того чтобы понять из-за чего сыр-бор надо глянуть на просто на более общую картинку того что в стране происходит и вот мы сейчас как раз коротенько вот об этом значит что происходит сейчас решаются вопросы будущих политики баталии выборных значит первая ближайшая баталия через полтора года это выборы в конгресс и следующая баталия уже через три с половиной года это следующие президентские выборы то есть как бы стратегически выстраивается некоторый такой процесс по собиранию сил и вот чтобы чтобы как бы данная на этих выборах как бы оказаться наверху дело в том что совершенно понятно что никакой широкой коалиции трамп собрать не может вокруг себя то есть понятно что демократы с ним не пойдут они его ненавидят сейчас еще больше чем ненавидели раньше понятно что вот независимые независимые тоже с ним не пойдут а он как бы терял и продолжает терять и в общем там практически уже не осталось независимых которые бы поддерживали трампа я уже не говорю и республиканцы которые так более умеренно их там тоже они уже но может быть они так традиционные проголосуют но вообще там их особо не и получается такая штука штука что все что у трампа есть сегодня это вот вот то что в твиттере у него вот эти вот 40 там процентов около 40 плюс минус там она так немножко флактуирует вот эти вот 40 процентов он как бы избран был меньшинством и продолжает как бы опираться на это меньшинство и вот вся надежда на это меньшинство потому что кроме этого меньшинства у него нет ничего и даже те кто его сегодня поддерживают там это какая-нибудь fox news там или там вот эти вот все они его сольют в любую секунду он это знает поэтому у него такая паранойя по поводу личной преданности назначаемых там на всякие посты это отдельная тема но у него очень трудно идет процесс назначения на посты в аппарате то есть обама в этом смысле очень быстро продвигался у этого не получается потому что он не верит им никому понимаете у него вот есть вот эти вот вот и все поэтому значит почему выходит из парижского соглашения потому что это должно приободрить с их точки зрения должно приободрить контингент свой и должно этому контингенту сказать мы вот вот мы с вами вы с нами значит мы вот там мир дружба жвачка навсегда оставшись в парижском соглашении с их точки зрения так они бы огорчили какую-то часть своего электората а другого у них нет то есть даже если бы они остались парижском договоре то они не получили бы на свою сторону каких-то умеренных там нейтральных и так далее этого бы не произошло ошиблись одни в своих расчетах или нет это вопрос интересный потому что как бы очень много непопулярных мер принимаются даже среди вот этого контингента не очень популярны скажем отмена обама кера это крайне непопулярная мера вот сейчас данные опубликовали ритм значит опрос был какой количество какой процент американцев считает что реформа здравоохранения вот трамп кер должна пройти в том самом виде неизмененном в котором это приняла палата представителей поддержка 8 процентов 8 процентов давайте это катастрофа настоящий теперь что касается от этого парижского соглашения тоже как бы в общем то я даже не знаю они могут сильно ошибаться по поводу поддержки там вот или скажем так счастья слез счастья на глаз в глазах вот этих вот людей которые значит их поддерживают но самое интересное начнется тогда когда пойдут все эти реформы в жизнь потому что первым делом они убивают именно тех кто голосовал за трампа вот эти 40 процентов они первые пострадают поэтому конечно им нужно спланировать свои реформы вот эти так чтобы сначала выиграть выборы а потом уже чтобы люди почувствовали что произошло так и не не раньше того но это как бы вот я думаю что это будет сильно хорошо видно на всех этих действиях как бы вот так просматривать значит у трампа нет поддержки партии потому что то что он победил на выборах это было против партии то есть люди вот в твиттере да а скажем руководство республиканской партии он у них как бельмо на глазу ну то есть они как-то так стараются сделать вид что там может быть как бы еще жить можно но но в общем то он у них бельмо на глазу они его сдадут в любую секунду у него ничего нет вот вот эти вот только люди плохим словом называть не будем а хороших нету вот эти вот и и все поэтому какая-то страна какая нахрен страна есть он лично он лично это вся страна есть его личный интерес под его личный интерес под его вот это вот нарциссизм вот этот вот собирается команда тоже хороших слов нет плохих говорить не будем и вот они делают какие-то вот эти вот безумные вещи проблема даже не в том что вот скажем выход из парижского соглашения подрывает как бы позиции соединенных штатов действительно подрывает и очень сильно подрывает но это не только парижское соглашение а это еще вот этот визит в европу катастрофический по своим так сказать последствиям когда европа поставлена в ситуацию когда она говорит ну хорошо значит придется будем теперь жить без америки без великобритании но раз уж так вышло что не получается значит будем жить сами и сдаются позиции сливается та страна сливается ее достижение сливаются то что строилась многие многие я не знаю там годы поколения и так далее солнышко светит я хотел камеру как повернуть чтобы с вами там друг друга увидели ну давайте так подержу здесь тени в теньке руками все это сливается и но катастрофа не в этом катастрофа началась тот момент когда вот это произошло вот когда выбрали вот этого когда политические силы вот видеть республиканской демократической партии вот эти не в состоянии были противопоставить не то что противопоставить выдвинуть качестве кандидата кого-то ну просто чтобы не был элементарно урод понимаете и вот тут урод здесь урод и вот оно пошло и вот мы имеем конечно мы можем поговорить о том что один урод может быть не равен другому уроду как бы по по степени уродства это правда это правда но это мелочь значит существенно то что система кроме уродов уже ничего производить не может вот вот эта трагедия а все остальное это последствия я так считаю поэтому интересно еще ситуация состоит в том что демократы вместо того чтобы сообразить собраться с мыслями и попытаться что-то сделать они на самом деле ничего делать не хотят они говорят смотри вот эти сами себя разрушают управлять не могут ну то есть по полный полный паралич казалось бы уже большинство в двух палатах президент и полный паралич системы поэтому они просто ждут вот сейчас вот ближайшие выборы и все это только до ближайших выборов с их точки зрения поэтому и делать ничего не надо совершенствоваться не надо подниматься над собой не надо новых лидеров и вообще ничего такого не надо поэтому это тоже как бы вот продолжение вот того кризиса он не только на республиканской стороне этот кризис а он демократический тоже и не та сторона не это как бы не 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 находят пути и не ищут и такое ощущение очень посмотрим посмотрим но вот такой как у меня комментарий счастливо